У меня в огороде есть зелёная будка. Не подумайте, что это шутка, но для многих буддистов это тяжёлая рана, потому что будка зовётся Нирвана. А ведь каждый думает, в Нирване кайфово, тепло, сухо, ничего плохого, божественный свет, музыка с неба, волшебный нектар, бурый рис вместо хлеба. А наша-то Нирвана насквозь дырява, дурно пахнет, мухам халява. На рай она вообще не похожа, а на стене плакат, тупые боксёрские ружи. Ну нельзя же всем чистыми оставаться, кто-то должен в дерьме копаться, кормить-поить мудрецов просветлённых, великих, могучих и самовлюблённых. Учитель, а научи нас кунг-фу. А у вас есть 15 минут? Прежде чем говорить о пути и свободе, пойди покопай, попаши в огороде. Прежде чем рассуждать о любви и добродетели, спрячься в крапиве, чтоб тебя не заметили. И всё же вернёмся к зелёной будке. В каждой шутке есть доля шутки. Сортиры разные бывают формы. Тут быть не может определённой нормы. Для Дао нет стандартов длины и веса. Может быть, море, гора, а пушка леса. Его можно видеть, а можно не видеть. Но я никого не хочу обидеть. Сижу в нирване. Мечтаю о ванне. Солью морскую и пеной белую. Сижу. И вроде бы ничего не делаю. А всё-таки делаю. 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 Я вспоминаю. Тебя вспоминаю. Мчтаю. Продолжение следует...